Сирена пляжного спасателя предупреждает отдыхающих, что за буйки заплывать нельзя. Об этом своим сыновьям Илье и Павлу говорят родители Сергей и Анна Семешко. Семья москвичей уже больше 10 лет приезжает в отпуск в Самару. Городские пляжи и Волга – отличное место отдыха, рассказывают столичные гости. И таких пляжей, как в Самаре, мы не видели ни в одном. Ну, те города, которые посещали на Волге, они настолько чистые, большие. Были на центральных пляжах, Красноглинский, Ширяево. Загородные ездим часто, потому что здесь все-таки дышится полегче из-за деревьев и достаточно такой хороший заход в воду. Старшина спасателя Андрей Баранов следит за порядком на пляже и оказывает первую помощь утопающим или перегревшимся отдыхающим вот уже восьмое лето. Пляж у загородного парка площадью почти два футбольных поля. Оборудован по всем нормам и стандартам. Скамеечки, кабины для переодевания, туалет, мусорные баки и, конечно, спасательный пост со спецсредствами. Помогают старшине Баранову несколько помощников. Они патрулируют пляж каждые полчаса. То же самое несколько раз в день делают полицейские. Комфортный и безопасный отдых самарцам и туристам обеспечено, рассказывает спасатель. В любую погоду с 9 утра и до 10 вечера, пока работает пост спасателей. В другое время приходить на пляж не рекомендуется. Мы каждые три часа температуру воды, температуру воздуха. Спокойнее, когда нет сильного солнца, вот как сейчас. Меньше рисков теплового удара. Ни в коем случае, если бывает на выходные после алтоголь, например, утром приходить. Это вообще, конечно, вообще не стоит. Даже охлануться и то не стоит. Оступилось там, как угодно повело и... 30-ти градусная жара особенно опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Артериальное давление у них падает. Ничего хорошего такая погода не принесет и людям с вегетососудистой дистонией, а также с лишним весом или с его дефицитом. Избежать кризисных ситуаций в это время можно, соблюдая простые правила. Избегать нахождения в жарких душных помещениях, нахождения на солнце, особенно в период с 11 до 17 часов. Обязательно пить его режим. Причем надо учесть, что вода должна быть негазированная. Снижается давление еще больше. Страдает кровоснабжение головного мозга и сердца. В черном списке во время жары кофе, крепкий чай, энергетические напитки и алкоголь, а также жирная высокобелковая пища. Осторожно надо принимать и водные процедуры. Заходить в ледяной водоем, душ или ванну запрещено категорически. Это опасно остановкой сердца. Но и головокружение, боли в груди, нарушение слуха или зрения – первые признаки беды. Если все-таки эти советы были отвергнуты и солнечные или тепловые удары случились, то нужно действовать по следующей инструкции. Перейти в тень или в хорошо вентилируемое помещение, прохладное. Обязательно употребление воды, как я уже сказала, небольшими порциями. Можно облить голову и шею водой, смочить шейно-воротниковую зону, зону декольте. Если человек уже не в состоянии оказать себе самопомощь, человеку нужно уложить в горизонтальное положение. При этом ножной и головной конец должны быть приподняты. Мероприятия те же самые. Вызываем скорую помощь, безусловно. Выходя на улицу, одежду нужно надевать свободного покроя из натуральных тканей, закрывающие по максимуму все тело. Тренировки и тяжелая физическая работа категорически запрещены с 11 до 17 часов, советуют специалисты. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События.